Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия вторника, мы с тобой обсуждаем рынки, смотрим на них с разных сторон, с точки зрения фундамента, технического анализа, периодически делаю также акцент еще и на психологию, когда есть хорошие уровни по сантименту, соотношению покупателей и продавцов. Ну что, прошлую неделю по обстоятельствам, связанным со мной, мы пропустили, но эта неделя, опять же, по ключевым фундаментальным событиям, она будет не хуже, точно потому что у нас завтра очень насыщенный день, завтра данные по инфляции в США, завтра заседание Федрезерва, даже несмотря на то, что мы прекрасно понимаем, что пока никаких комментировок с процентной ставкой не будет, все равно очень интересно будет послушать Паула после последнего релиза Паула, что он думает, могут быть какие-то акценты, анонсы будущих изменений монетарной политики, и это для нас, трейдеров, самое важное, то, что привнесет волатильность. Мы как раз и пытаемся поймать эти движения, определить какие-то долгосрочные тренды и избежать из этого выгоду и пользу. Ну, традиционный вопрос, перед тем, как у нас будут опубликованы вот эти важные отчеты и события, ты вообще изменил ли свою точку зрения в отношении доллара, считается ли, что один отчет, хороший по Non-Farm Barrels, это вот эта база, на основании которой можно предположить, что инфляционные риски будут повыше. И, в целом, чего ожидаешь завтра от данных по инфляции? Будет ли рост, либо, опять же, может быть, в соответствии с ожиданием и прогнозом рынка, ты за то, чтобы инфляция продолжила нисходящую динамику? Ну, буквально пару слов летают, как всегда. Итак, всех приветствую. Ну, в принципе, возможно, частично изменил свое мнение по рынку, потому что раньше, как ты знаешь, ну, практически последний месяц-полтора я был шартистом по индексу доллара, да, я там покупал евро, фунт, австралийский доллар, новозеландский, франк шартил и так далее. Но после выхода вот этих данных по Non-Farm Barrels рынок показал импульс, и, возможно, этот импульс сломал вот этот тренд, да, и я буду дальше работать, возможно, на укрепление доллара. Но пока, вот, я позже обсудим детальный рынок, я пока вне рынка нахожусь. Почему? Потому что мне нужно, чтобы это было подтверждение, да, у нас есть импульс, а нам нужно еще какую-то коррекцию и понять, куда она будет и как. Я не исключаю, что это мог быть, условно, какой-то ложный прорыв, да, то есть ловушка, и дальше доллар будет снова ослабляться. Такой вариант я не исключаю, я позже на графиках покажу, что и как я думаю. Ну вот как раз завтрашний отчет по инфляции может радикальным образом все опять изменить. Например, если мы увидим резкое снижение показателя, и так же активно, как трейдеры спекулировали на идее того, что инфляционные риски возросли после данных по Non-Farm Barrels. После отчета по инфляции на рынок может прийти совершенно другая точка зрения, что инфляция неуклонно снижается, поэтому, может быть, все-таки снизит ставку в сентябре. Ну, это рынок, опять же, наша задача, поскольку мы видим практически каждую неделю, держать руку на пульсе и вместе с тем фундаментом, который формируется, подсказывать, опять же, друзья, помогать ориентироваться и совместно разбирать вот эти вот изменения рынчанных настроений. Ну что, давай тогда к традиционным торговым идеям, пробежимся по нескольким из них. Начну традиционно с индекса доллара, текущей котировки. Видно уже, Лимас Ассуэр? Да, да. Текущей котировки уже 105.11. Мы вернулись, по сути, к уровням, которые наблюдали в середине мая. Так верно. Виталий, пока еще ничего не ясно. Можно говорить, будет о развитии какого-то нового восходящего тренда, если, например, завтра мы получим более высокие показатели по индексу потребительских цен. И американский регулятор Джером Пауэлл все-таки дадут понять то, что перспектива снижения процента ставки в сентябре – это нерешенный вопрос. И, может быть, это решение отложено до конца этого года, на ноябрь или декабрь. Поэтому для тех, кто еще не рынка, именно по индексу доллара и не знает, что, в принципе, делать, уже нет смысла перед выходным данных по инфляции заходить. Лучше уже дождаться фактические цифры, которые будут опубликованы завтра. Ну, а для тех, кто все-таки разделяет точку зрения того, что индекс доллара будет расти, и сильный отчет по Non-Farm Barrels – это то, что доказывает, что рынок труда остается перегретым. Это будет подстегивать усиление инфляционных рисков и заставить американский регулятор все же удержать и сохранить высокую процентную ставку на текущем уровне в длительный период времени. Ну, тогда здесь нужно смотреть в лонг. Я, в принципе, сторонник того, что доллар не просто так вырос, он получил достойную поддержку, которую, на мой взгляд, должен был получить еще раньше. Ну, вот лучше поздно, чем никогда. И сейчас я за продолжение дальнейшего роста и закрепление инструмента выше уровня 105.50. Снова акцент. Основной фундамент – это завтрашняя торговая сессия. Буквально весь день с открытия американских торгов будет шторметь сначала данные по инфляции под закрытие дня. Еще решение проектов по ключевой процентной ставке, оно, разумеется, в рамках июня останется на прежнем уровне, но нам будет важно послушать именно риторику Павла, потому что это риторика самая актуальная, что у нас будет на данный момент времени, на завтрашний день. И это риторика после данных по Non-Farm Pearls и данных по инфляции. То есть мы можем, конечно же, спекулировать, гадать, что изменится в позициях резерва, но завтра все точки надо ставить сам регулятор, поэтому не нужно будет уже думать за ФРС. Так, по поводу европейской валюты 1.07.66, текущая котировка, в принципе, зеркало, что можно сказать по отношению к индексу доллара. Сначала, может быть, даже уже нет смысла повторять именно идею того, что европейская валюта из-за высокой корреляции с долларом стала жертвой укрепления американского доллара. Но здесь еще есть национальный фундаментальный фон, это, во-первых, снижение ставки Европейского центрального банка. И политическая тема, я думаю, что мы к ней будем возвращаться, особенно на своих брифингах, я точно буду делать акцент. Выбор в Европарламент, именно потенциальный переход власти к ультраправым партиям, это еще не решенный вопрос. Это предварительные выборы, все может измениться, но я считаю, что, по крайней мере, ближайшие месяцы, это месяцы, которые будут направлены для того, чтобы действующие партии власти попробовали заключить какие-нибудь политические союзы, альянсы с другими. И это будет оставлять такой флер неопределенности политической на рынке и довидеть на позиции европейского валютного актива. Поэтому в качестве целевого ориентира по евро я бы все-таки смотрел на уровень движения ниже отметки 1.07, но снова индекс доллара и пара евро-доллар – это, по сути, инструменты, которые ходят в одном направлении. Ну, зеркальные здесь кареляции, то есть не нужно одновременно держать в портфеле европейскую валюту против доллара и индекс доллара. Правда, исключение, если вы, например, уверены, что доллар будет расти, а евро снижаться, тогда стоит. Если нет, то нужно выбрать только один инструмент. По-британской валюте текущей котировки 1.27.15 буквально несколько часов назад вышел отчет по рынку труда Англии, разочаровал уровень безработицы, вырос количество обращений за пособием по безработицу, тоже сильно подросла занятость, сократилась, и добавляем к этому именно эффект укрепления американского доллара, добавляем к этому в том числе и политическую тему, потому что даже несмотря на выкат Англии с состава, если мы понимаем, что торгово-партнерские связи еще очень тесны, и на политическом уровне многие идеи и многие бизнесы лоббируются, опять же, а сейчас меняется власть. И ожидание по паре фунт-доллар я в целом вот с сегодняшнего дня буквально добавил фунт в портфель, я все-таки последние недели его не трогал. Но сейчас у нас сантимент, видно, меняется, большинство залазит в длинные позиции, это нормальное поведение рынка, толпы, точнее, когда меняется тренд, и мало кто верит в то, что это изменение вот наступило. И я считаю, что мы вот будем в ближайшие торговые дни пробивать поддержку 1.27, возможно, даже уже сегодня, и в конечном счете пара пойдет еще ниже к уровню 1.25-1.25.50. Так, пара доллар-канадец, вот это прям очень хорошая сделка получилась на рост. Здесь помимо того, что растет американский доллар, еще и Банк Канады тоже снизил процентную ставку, впереди даже Европейский центральный банк, и я думаю, что это еще не предел после слабого отчета по рынку труда в Канаде в прошлую пятницу. Я думаю, что в июле Банк Канады снова пойдет на снижение процентной ставки, но важно дождаться выступления типа Маклима, который возглавляет канадский регулятор завтра. И если все-таки будет сигнал от него, что смягчение экономической политики дальше возможно, то тогда пара доллар-канадец вообще замокнется на движение в районе отметки 1.4. Виталий, вот на вот этих инструментах я останавливаюсь, тогда, может быть, на следующей неделе рассмотрим что-нибудь из сырья, ну, по крайней мере, золото, нефть и так далее. Если у тебя есть какие-нибудь интересные мысли по этим активам, ну, будет неплохо послушать. Тогда слово передаю тебе. Демонстрация экрана. Угу, видно уже. Так. Ну, давайте начнем с фондовых индексов и дальше закончим на валютном рынке. По фондовым индексам я, в принципе, рассматриваю дальнейший рост. Я еще в прошлый раз, даже если брать за последний там месяц-полтора, я еще в конце апреля советовал вот эту коррекцию откупать. Потом вот на нашей последней с тобой битве две недели назад советовал здесь покупать. Но здесь был более глубокий вынос, да, то есть повыносило короткие стоп-лоссы. Потом я со своими ребятами вот здесь мы перезаходили, то есть после вот этого импульса хорошего и вот этого откатного дня. На текущий момент я дальше пробую снова там добавляться в покупки. И пока мы находимся выше вот этих минимумов, которые у нас были в понедельник, пятницу, я рассматриваю лонг. Но тоже, скажем, понимаю, что здесь может быть ловушка, так как у нас, если все-таки индекс доллара разворачивается, возможно, он и потянет за собой S&P 500, хотя не всегда они коррелируют. Даже если смотреть в последнее время, фондовые индексы растут, а индекс доллара там в каком-то боковике может находиться или даже снижаться в какой-то момент, да. Поэтому покупаем обязательно стоп-лоссы за вот эти минимумы, потому что если здесь будут проваливаться, это может быть такая ловушка какая-то и уйдут на более сильную коррекцию. Но пока, скажем, рассматриваю рост по данному инструменту. Дальше по поводу товарно-сырьевого рынка я его не трогаю, то есть я его трогал на прошлой неделе, если брать там золото, оно, в принципе, неплохо там подрастало, но дальше, скажем, оно все поломало после нонфармов, и я его не трогаю. И, скажем, если в двух словах, пока для меня этот рынок непонятен, то есть в каком формате. Покупок я там пока не вижу. Шортить уже на минимумах не очень. И, скажем, в принципе, вот то, что сейчас идет снижение, если вы посмотрите график золота, можно сказать, что вот это все коррекция. Последние там сколько? Два месяца уже с копейками. Я рассматриваю, что это коррекция. Мы будем еще обновлять глобальные максимумы, но, скажем, вот здесь мне нужно, чтобы рынок показал окончание данной коррекции. Пока я этого не вижу. Можно ли рассматривать вот выше вот этого уровня? У нас достаточно сильный уровень 2.300 условно. Сильный уровень поддержки. Можно рассматривать покупку, но я пока не лезу в этот рынок. Дальше по поводу рынка валютного. Вот здесь у меня... Вот это движение, которое было у нас в пятницу, да, возможно, оно является, скажем, сломом вот этой тенденции, которая была у нас последние там условно два месяца, ну, практически полтора месяца вниз. Напомню, я вот это движение все время шортил, то есть через покупку евро-доллара, фунт-доллара. И сейчас жду еще несколько дней, чтобы понять, куда точно торговать индекс доллара. Если подтвердиться, вот эти мои видения рынка, то у нас, я думаю, что мы можем дальше обновлять вот эти максимумы, которые у нас были в апреле. Сколько это у нас? Там 106,3, да? И, возможно, на 107 мы уйдем, там плюс-минус, да? То есть это... Такой сценарий я рассматриваю. Жду еще подтверждения. Можно ли сказать, что наверняка мы это все сделали? Пока не уверен, но все указывает на это. Если все-таки сегодня, условно там, или завтра мы сильно сольем этот рынок, то тогда можно будет пересматривать свои ожидания по рынку. Это вот так, да? То есть поэтому индекс доллара я пока выжидаю, чтобы нам вот этот импульс прошел и здесь проторговались какую-то коррекцию. Не факт, что она, скажем, будет понятна после выхода инфляции в среду, потому что мне нужно больше дней, возможно, там еще PPI в четверг, в пятницу там инфляционные ожидания. Если, условно, мы сегодня там еще до инфляции, вот с инфляцией в среду, вот сегодня там сильно пройдем наверх и закроемся хорошо, то, скорее всего, этот тренд сломлен и дальше снова нужно еще подождать, потому что просто покупать в движении вот мне как-то не хочется. Мне нужно, чтобы примерно вот что-то вот так проторговали, как вот здесь вот, по примеру, да? И тогда я буду покупать. Скажем, здесь такой уровень сопротивления, 105, условно, 10. Вот если мы его сегодня пройдем, тогда можно будет сказать, что все, с большой долей вероятности мы этот тренд сломили и дальше будет только рост на 106-107. Что касается евро, здесь ситуация чуть похуже, учитывая, что у нас, вот если посмотреть евро по сравнению с другими валютами, оно более сильно просело, в формате еще там проходили выборы, в Европе как-то отметил, да, и мы открылись с ГЕПом по сравнению с другими инструментами, вчера даже некоторые там росли локально, да, а вот евро вчера в минусе закрылся, поэтому по евро здесь ситуация выглядит как больше на слом тенденции, и поэтому здесь дальше я буду ждать и искать точки входа в шорт, то есть на обновление 106, возможно 105, точнее 106-105, да, вот такие цели по евро-доллару. Вот это что касается евро, то есть будет ли, возможно, еще тест, вот у нас был вот этот ГЕП, уровень ГЕПа 108, возможно мы его еще закроем как вариант, и отсюда дальше будет падение вниз, как вариант, по факту уже будем смотреть, потому что мы, вот этот тренд, который по евро у нас, вот у нас красивый такой тренд длился полтора месяца, я, в принципе, на этом тренде неплохо зарабатывал и, в принципе, всем советовал, но на текущий момент тенденция сломлена, можно ли рассматривать, допустим, как вариант, что вот это все движение по евро как коррекция, то есть и не будет там обновления 106, это коррекция какая-то сложная, здесь затянется там на несколько недель плюс-минус, и дальше наверх, такой вариант возможен, я уже по факту мы будем там в своих обзорах или мы с тобой будем дальше обсуждать и корректировать свой анализ, но пока такое мнение, что индекс доллара все-таки развернулся, нужно еще там некоторое время, чтобы понять. Ну и по поводу фунта, вот фунт еще якобы удерживает вот эту зону поддержки 1.2685, какой-то достаточно сильный уровень сопротивления, вот мы с него в прошлый раз покупали, неплохо росли, но подошли еще раз, и такое ощущение, что мы можем его как вариант пробить, но я его тоже здесь не торгую, здесь мне нужно аналогично, вот у нас сегодня второй день, третий, четвертый, если дадут, вот если мы здесь проторгуемся, тогда будет более понятно, что и как, если дадут, если там просто не провалимся сегодня, там условно, как-то вот так, ну и по другим инструментам, там картинка аналогичная, то есть вот как-то вот так, такой рынок, так скажем, вот металл, товарно-соревой, форекс, пока он для меня вне рынка, потому что, когда происходит импульсное движение на рынках, ну условно, как сейчас против тренда условно пошло, его нужно как-то скорректировать, и потом понять, это коррекция в этом импульсе или нет, вот как-то вот так. Виталий, спасибо тебе за рекомендации, я с тобой абсолютно согласен, то, что очень многое будет зависеть от того, как вообще сложится ситуация для доллара дальше, после выхода данных по инфляции и по Федрезеру, потому что все нужно подтверждать, все нужно уточнять, один отчет на Фарм Перлс, как бы не хотелось покупателям, чтобы этот тренд, раз укрепление доллара продолжился, он пока лишь один, нужно больше вводных, ну мы знаем эту риторику от Федрезеру, потому что даже американскому регулятору требуется больше отчетов, чтобы принять вот фактическое решение по ключевой процентной ставке. Хорошо, что у нас есть с тобой возможность видеться каждую неделю, мы с тобой как раз и актуализируем, опять же, все, что меняется на рынке. Ну что, еще раз тебе большое спасибо за рекомендации, ждем тогда завтрашний день, смотрим, как что на рынке изменится и в следующий турник, как и всегда, все снова обсудим. Спасибо тебе, Виталий, и хорошей торговой недели. На связи.